МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сильные идеи для нового времени дал губернатор региона Дмитрий Азаров. С 1 июля пенсии вырастут сразу у трех категорий граждан. Прежде всего, это затронет пенсионеров, которым в июне исполнилось 80 лет. 131 специалист для уголовно-исполнительной системы России из 33 регионов страны. В Самаре состоялась торжественная церемония выпуска лейтенантов внутренней службы Института ВСИН России. Новые детские площадки и дополнительные парковочные места. Двор дома 267 на улице Старозагора обновляют в рамках федерального и регионального проектов. Накануне в Самаре прошло открытие юбилейного Грушинского фестиваля. Одному из главных культурных событий региона исполнилось 50 лет. Наш корреспондент Анатолий Головко провел весь день с бардами и готов поделиться впечатлениями от увиденного. В Самарской области разработают навигатор сильных идей. Такое поручение дал глава региона Дмитрий Азаров по итогам пленарного заседания форума «Сильные идеи для нового времени». Современный инструмент поможет каждому человеку, который хочет предложить свою идею к реализации в муниципалитете, области или стране, понять, куда обращаться и где окажут поддержку. Навигатор появится как в электронном виде, так и в виде брошюр. Напомню, что в Самарской области создана инфраструктура поддержки общественных инициатив. Работают ресурсные центры, доброцентры. В каждом муниципалитете и на региональном уровне есть сотрудники, которые сопровождают общественные инициативы. С каждым годом более масштабным становится проект «Содействие», призванный поддержать идеи, поступающие от людей. Помощь оказывают и при подготовке к участию граждан и организаций в различных федеральных конкурсах и грантовых программах. Навигатор «Сильных идей» сможет объединить накопленный опыт и координировать усилия различных институтов для решения задачи по продвижению общественных инициатив. Также Дмитрий Азаров поручил поддержать все проекты из Самарской области, которые попали в топ-100 рейтинга форума «Сильные идеи для нового времени». Ряд из них уже получают различные меры поддержки на региональном уровне. С 1 июля пенсии вырастут сразу у трех категорий граждан. Прежде всего, это затронет пенсионеров, которым в июне исполнилось 80 лет. По закону, каждый месяц им будут выплачивать 7,5 тысяч рублей. Проиндексируют выплаты и пенсионерам, которые прекратили работать в предыдущие месяцы. После окончания трудовой деятельности им начислят всю индексацию выплат за то время, пока они работали. Также в июле пересчитают пенсии тем, кто предоставил в мае дополнительные документы для учета нового стажа. А пенсионеры, которые оставили работу в июле, начнут получать повышенную выплату сразу. Ранее на перерасчет уходило три месяца, а проиндексированная пенсия начислялась только на четвертый месяц. Во дворе нескольких домов с номером 267 по улице Старозагора завершается благоустройство территории. Работают сразу по двум программам – федеральной и региональной. У жителей появились две новые детские площадки, тротуары, отремонтированный проезд и много парковочных мест. Какие работы осталось завершить, прежде чем двор сдадут в эксплуатацию, увидела наша съемочная группа. Ровный асфальт вдоль дома, аккуратные тротуары, восстановленные подходы к подъездам, новые парковочные места. Ремонт в границах домов 267 с литерами от Б до Ж по улице Старозагора еще не закончен. Но кропотливую работу подрядчиков уже видно невооруженным взглядом. За три недели рабочие уложили более 5000 квадратных метров асфальта. Старались не беспокоить жильцов работать в дневное время, ну, по возможности, с трудностями в основном ни с какими не сталкивались. Еще у домов завершают установку двух детских площадок. Одна совсем для юных жителей, а другая для детей постарше. Сейчас рабочие проводят монтаж оборудования, после чего заасфальтируют площадки, а сверху положат специальное антитравматическое покрытие. Все работы выполняют на средства нацпроекта «Жилье и городская среда». Жители контролируют ход ремонта и с нетерпением ждут, когда благоустройство будет завершено. Я вот здесь с марта месяца нахожусь, то есть все это разворачивалось на моих глазах. Я очень довольна, и мне очень приятно за людей, которые здесь будут продолжать жить. Становится комфортно жить там, где ты находишься. Чистый подъезд, чистые дворы, широкие улицы стали, детские площадки стали, такие красивые, детям интересно, они зажигаются, слышим смех во дворе. Это очень приятно, когда дети вообще улыбаются, им есть где играть. Проект благоустройства разрабатывали жители сразу нескольких домов, поэтому подавали заявку не только на участие в федеральном нацпроекте, но и в региональной программе содействия. Благодаря этому смогли оборудовать на пустом месте во дворе дополнительную парковку, чтобы полностью удовлетворить потребности многочисленных автолюбителей. Достаточно количество парковочных мест, то есть там, где коммуникации позволили вдоль всего проезда парковочные места, перпендикулярные парковки устроены, там, где это было сделать невозможно, как вот тут на этих трех домах, здесь такие перпендикулярные решения, то есть парковок в любом случае достаточно для всех. Повышать уровень комфорта городской среды, благоустраивая общественные пространства и дворы – одно из приоритетных направлений работы губернатора Дмитрия Азарова. Только в этом году в Самаре приведут в порядок более 50 дворов по нацпроекту «Жилье и городская среда». Шесть из них в Кировском районе. Еще более 20 дворов по всему городу благоустроят на средства проекта «Содействие». В Кировском районе пять таких территорий, в том числе у домов 267 Д и Е по улице Старозагора. Андрей Горгуленко, Петр Поломеев. События. Сокращение максимальной ставки по потребительским кредитам, уголовная ответственность для коллекторов, введение единого порядка, оформление компенсации расходов на оплату коммунальных услуг. С июля в стране вступают в силу новые законы. Подробнее расскажет о них Светлана Кудрявцева. С июля в стране значительно расширится функционал госуслуг. Например, через портал можно будет получать сведения о начисленных налогах на имущество, землю и транспорт. Но надо будет оформить согласие на сайте. Теперь как граждане могут направлять в налоговую заявление через госуслуги, так и налоговая может направлять свое уведомление через тот же функционал. Напомню, что до этого это реализовывалось либо письмами, в бумажном виде, либо через личный кабинет налогоплательщика на сайте Федеральной налоговой службы. От получения уведомлений новым способом можно будет отказаться, но от обязанности по уплате налогов это не освободит. С июля в стране внедряется единый порядок оформления компенсации расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг. Если говорить простым языком, то в общем упрощается перечень документов, теперь их станет меньше. Это будет реализовано за счет того, что госорганы теперь друг у друга должны сами автоматически, без участия заявителя, запрашивать информацию. Напомним, что компенсация за коммуналку в размере 50% положена, например, людям с инвалидностью и ветеранам боевых действий. Часть платы родители могут вернуть при оплате детского сада не менее 20% за первого ребенка, 50% за второго и 70% за третьего и последующих. Максимальная ставка по потребительским кредитам с июля сократится с 1% до 0,8% в день. Более того, микрофинансовые компании не смогут начислять заемщику проценты, штрафы и любые пени на сумму более 130% от основного долга. Уже несколько лет назад государство взялось за эту сферу, потому что я думаю, что все мы помним, что еще 5-8 лет назад довольно дикие были и тысячи процентов и так далее. Государство постепенно начало регулировать эту сферу, ставя все более жесткие ограничения. Действительно, просто очень высокая закредитованность населения и в силу невысокой финансовой грамотности ряда граждан у них действительно вот это кредитование очень распространено. И проценты по таким микрокредитам, они, конечно, чрезвычайно высоки, но вот сейчас это 1% в день. То есть мы понимаем, что это 30% в месяц, можете сами посчитать, сколько это процентов за год. За незаконную деятельность при взыскании долгов будет предусмотрена уголовная ответственность. Закон должен заработать уже в июле. За угрозы коллектора могут получить штраф от 300 тысяч до полумиллиона. При сговоре и причиненном вреде штраф до 5 миллионов рублей, а срок лишения свободы до 10 лет. Это не значит, что можно не погашать долги. Закон защищает только от нелегальных способов взыскания. С июля значительно упрощаются процедуры закрытия небольших компаний из реестра малого и среднего предпринимательства. Теперь учредителям достаточно единогласно принять решение о ликвидации, заверить подписи у нотариуса и направить в налоговое заявление. Если у фирмы нет долгов, то в течение пяти дней будет принято решение о ликвидации. В середине лета изменятся правила возмещения по ОСАГО. С 15 июля у нас вступают в силу новые правила оформления ДТП, если изначально оно подпадает под правила Европротокола. Теперь можно подавать заявление и обмениваться со страховой компанией документами через госуслуги. Обещают с 15 июля, что этот сервис заработает и граждане смогут выбирать, оформлять ли все по старинке, как говорится, бумажными заявлениями или общаться со страховой компанией через госуслуги. Конечно, не все сервисы будут реализованы через госуслуги. Например, осмотр автомобиля по-прежнему можно будет проводить только при личном визите в то место, куда будет указывать страховщик. До 25 июля включительно можно подать заявление для поступления в ВУЗ на бюджет, в том числе через госуслуги. До 28 июля принимают обращение в рамках приоритетного зачисления. Для платного обучения последний день приема документов 20 августа. Но тут сроки могут различаться, нужно уточнять в ВУЗе. Это касается не только выпускников школ, но и желающих получить второе высшее образование. Заявление подается онлайн. Передача оригиналов документов тоже следить за списками можно на госуслугах. Светлана Кудрявцева, Николай Епифанов, События. Утвержден стандарт оснащения современных университетских кампусов. Он разработан по поручению правительства России и устанавливает общие правила и принципы. Самарская область вошла в список девяти субъектов страны, которые получат софинансирование из федерального бюджета на реализацию кампуса мирового уровня. Стандарт был разработан на основании опыта обеспечения научным оборудованием вузовских кампусов, которые строятся сейчас в Москве и Калуге. По поручению главы государства к 2030 году в России появится 25 таких современных центров мирового уровня. Сегодня на стадии реализации находятся 17 проектов в разных уголках страны. Введение стандартов позволит установить и выдержать высокую планку, которую предъявляют к оснащению вузовских кампусов. Стандарт оптимизирует подготовку и запуск проектов по оснащению лабораторных комплексов, обобщит существующий опыт и обеспечит единство требований к качеству создаваемой инновационной и научно-исследовательской инфраструктуры. В Самарской области международный межвузовский кампус IT-направления появится не случайно. Необходимость такого научного пространства, объединяющего авиакосмические, автомобильные, медицинские, строительные и другие специальности, очевидна. Все передовые технологии развиваются на стыке наук. Понимая, что регион является одним из сильнейших научно-образовательных центров страны и нуждается в подготовке высококвалифицированных специалистов в сфере IT, губернатор Дмитрий Азаров принял непосредственное участие в разработке концепции создания кампуса мирового уровня в Самаре. В Самаре состоялась торжественная церемония выпуска лейтенантов внутренней службы, окончивших Самарский юридический институт в Синроссии. Дипломы ребятам вручили на площади славы. В этом году учебным заведением подготовлен 131 специалиста для уголовно-исполнительной системы России из 33 регионов страны. На торжественном построении, прощании со знаменем и выступлении ансамбля барабанщиц побывала Ольга Павлова. Выпускница Самарского юридического института в Синроссии Варвара Забелина уже строит планы на будущее. ВУФ девушка окончила на отлично и с нетерпением ждет распределения по специальности. Связать свою жизнь со службой исполнения наказаний решила еще в юном возрасте, следуя примеру родителей. Для меня это ответственность перед народом, перед людьми, перед нашей страной. Это защита закона, защита чести и порядка. Уже готовится служить родине и выпускник Алексей Баранов. Не так давно он подписал контракт и в скором времени отправится в Оренбургскую область, в свой родной город Бузулук. Сейчас как никогда важно держаться вместе и стоять на защите интересов своей страны, отмечает Алексей. Помогать бойцам на передовой нужно не только словом, но и делом. Сейчас очень, наверное, важно за спиной иметь какую-либо опору и надежность. Ну, давайте будем смотреть в правде глаза. Очень хорошо спится, когда знаем, что у нас сильная армия. В наше время сейчас очень важно иметь хороший исполченный контингент полиции, Росгвардии. Торжественная церемония вручения дипломов выпускникам в СИН России состоялась на площади Славы. Для собравшихся выступили ансамбль барабанщиц, взвод карабинеров и оркестр областного управления Росгвардии. В этом году учебным заведением подготовлен 131 специалист для уголовной исполнительной системы России из 33 регионов страны. Самарский юридический институт в СИН России – единственный вуз силовой структуры в Самаре. В него включены три факультета и 11 кафедр. Курсанты изучают целый спектр дисциплин – от специализированных предметов по вопросам режима и охраны осужденных, огневой и физической подготовки до юридических наук, а также общегуманитарных – философии, психологии и иностранных языков. У вас будет все впереди, у вас будет карьера, у вас будет рост. При соблюдении трех условий – честно, справедливо и зашито честь. Вы должны делать все, чтобы не огорчать своих родителей в первую очередь. Запомните, для вас никто так не заботится, так не переживает, как ваши родители. Так, делайте так, чтобы они всегда радовались за вас. Выпускники института будут служить в территориальных органах в СИН России, исправительных колониях, следственных изоляторах, колониях-поселениях. Некоторые будут вести надзор за теми, кто получил условные сроки. Кто-то из выпускников уйдет в подразделения, осуществляющие конвоирование осужденных и лиц, находящихся в следственных изоляторах. Это перевозка в спецавтомобилях, железнодорожным, речным и воздушным транспортам граждан, которые совершили преступление либо находятся под следствием. Всего за 29 лет в институте было подготовлено более 10 тысяч специалистов. Ольга Павлова, Игорь Казановский, События. Получили перспективную профессию, чтобы в дальнейшем пополнить ряды рабочих, в которых так нуждается страна. В Самаре прошло вручение дипломов первым выпускникам профессионалитета, получившим специальность оператор станков с программным управлением. Подробности в нашем материале. Самир Герасименко в Поволжском государственном колледже проучился 4 года на монтажника. Когда после окончания обучения ему предложили остаться еще на год, чтобы освоить перспективную профессию, оператор станков с программным управлением с радостью согласился. Теперь есть и небольшой опыт работы, и контракт с предприятием. Пришлось осваивать станки числового программного управления. На основе всего у нас проходили практики, большинство, и в принципе ничего сложного не было. У меня подписан контракт с Кузнецовым, и после, как вот, заберу документы, пойду работать на Кузнецов. И также параллельно я буду на заочно учиться на вышке по этой же специальности. Виктория Кротова рассказывает, все решил случай. Год назад девушка не прошла по баллам на бюджет в университет и пошла учиться в колледж. В итоге профессия оператор станков с программным управлением так заинтересовала, что Виктория решила связать с ней свою жизнь. Я решила попробовать, очень даже интересно. Сначала как-то не зацепила, а потом все стало интереснее и интереснее. И вот сейчас я заключила договор с заводом Кузнецов и договор о целевом обучении. То есть я буду сейчас там работать. В Самаре дипломы получили первые выпускники профессионалитета, поступившие в Поволжский государственный колледж в 22-м году на базе среднего общего образования. По профессии оператор станков с программным управлением. Всего 25 человек. Занятия длились 10 месяцев. Программа рассчитана таким образом, что около 70% времени занимает практика. Половина ровно из этих обучающихся имеют сегодня целевой договор на трудоустройство корпорации ОДК Кузнецов. Пять человек этой группы получили сегодня красные дипломы. И у них сегодня замечательная перспектива, связанная с трудоустройством в отрасли машиностроения. Финальный проект «Профессионалитет» стартовал в Самарской области в сентябре 22-го года. В Поволжский государственный колледж, базовую организацию машиностроительного кластера Самарской области, поступили 175 обучающихся на профессии операторов станков с программным управлением, токаря-фрезеровщика на станках с ЧПУ. Основные особенности профессионалитета – подготовка в сжатые сроки и гарантированное трудоустройство. Более половины выпуска 23-го года – это целевики ПАО ОДК Кузнецов, которые сразу после получения диплома трудоустроятся на предприятии и будут участвовать в выпуске продукции. Виктория Шарая, События. Накануне в Самаре прошло открытие юбилейного Грушинского фестиваля. Одному из главных культурных событий региона исполнилось 50 лет. Наш корреспондент Анатолий Головко провел весь день с бардами и готов поделиться впечатлениями от увиденного. Легендарный Грушинский фестиваль плотно врастает корнями в историю культурной жизни огромной страны. В этом году барды и туристы со всей России и стран ближнего зарубежья отмечают полувековой юбилей своего детища. Согласно традициям, на круглую дату принято делать подарки. Эта непростая задача легла на плечи организаторов, которые основательно подошли к решению вопроса. В короткие сроки им пришлось обновить инфраструктуру у Мострюковских озер, чтобы романтики с гитарами чувствовали себя комфортно даже в самых отдаленных уголках культовой поляны. Но начали все-таки с платформы. Теперь это не просто переволочный пункт, а новая визитная карточка фестиваля. Добраться до Грушинского фестиваля можно разными способами, но, пожалуй, самый проверенный это железнодорожным транспортом. В этом году платформа имени Валерия Грушина претерпела значительные изменения. Здесь организовали концертную площадку, стоянку и зону фудкортов. Находиться здесь одно удовольствие. Раньше такого не было. Очень хорошо. Все очень сильно поменялось. Прям в лучшую сторону. Сам железнодорожник, поэтому мне все нравится. Как бы обустройство сделали все для людей. Некоторые локации остались нетронутыми. Естественную красоту поляны уже давно создала природа. Главная задача человека – не навредить. Перед тем, как спуститься вниз, не забывайте, что справа от лестницы находится отличная обзорная площадка. Здесь можно сделать не один десяток замечательных фотографий и селфи на свой смартфон. Еще в прошлом году спуск к палаточному городку был настоящим экстремальным аттракционом. В дождливую погоду туристам приходилось быть особенно сосредоточенными, чтобы не скатиться по склону у подножия горы. Там ступеньки просто отсутствовали, но теперь это стало частью истории. Лестница в небо или несколько сотен ступенек, ведущих от платформы Валерия Грушина к основной поляне фестиваля – это, пожалуй, главный подарок для всех любителей бардовской песни к юбилею в этом году. Можно бесконечно рассказывать о том, что еще изменилось на Мострюковской поляне, но лучше увидеть это своими глазами, приехав на фестиваль в выходные. А вот зачем еще стоило понаблюдать воочию. Не успели мы спуститься с обновленной лестницы, как нас подхватила волна из творческих людей, понесло в самый эпицентр событий. До церемонии открытия остается всего несколько минут, и на поляне Грушинского фестиваля уже начинается праздничное шествие всех собравшихся гостей, поэтов и музыкантов, которые уже через несколько минут придут к главной фестивальной сцене. Ну, конечно, масштабы поражают, отношения людей поражают, все по-братски, все тепло. Тепло было не только Сергею, который приехал в Самарскую область из солнечного Мариуполя. Самые креативные гости на юбилей достали из гардероба экстравагантные наряды. Деду Морозу со сцены квартиры точно пришлось попотеть, но внимание собравшихся этого наверняка стоило. Я схожу себе по трапу, я схожу себе по трапу, независимый моряк. После яркой официальной церемонии открытия на главной сцене туристы разбрелись по палаточным городкам, чтобы продолжить подготовку к первой бессонной ночи. Наша съемочная группа напросилась в гости в лагере на себе, прочувствовала все тяготы и лишения жизни под открытым небом. Стоит отметить, что плюсов оказалось значительно больше. Что готовите сегодня, что вечером будем кушать? У нас есть чай. Чай, ага, чудесно. Походный, самый лучший. Ага. У нас есть горячая вода. Чтобы сделать чай. Тоже важно, да. У нас есть остатки прекрасной ухи. Вот, у нас есть в казане вот такой гуляшик. Так, с сосисками, да? Да. И с капустой. Пожалуйста. Ага. Дальше. И мы приготовили макароны. Ну, макароны такое всегда. Слушайте, ну, прям шведский стол, я вам хочу сказать. Выехать на природу, послушать песни, поесть каши с костра, выпить чаю крепкого, обняться с друзьями – это самое для нас главное. Музыканты, приехавшие на Мострюковские озера в первый день, заряжались энергией и готовились к концертам на центральной аллее фестивальной поляны. Автор-исполнитель Веста Солянина дала нашей съемочной группе эксклюзивное интервью. Ты увидишь чудо. Реально. Вот этот фестиваль единственный, который не спит, который всегда в любые времена. Этот Грушинский фестиваль – это абсолютно точно батарейка для поколений. Вечером поляна у Мострюковских озер утопает в лучах летнего заката. А в это время на поляну Грушинского фестиваля продолжают пребывать гости со всей России и стран ближнего зарубежья. За моей спиной находится плавучая сцена гитара. И уже 1 июля там состоится главный галоконцерт с участием лучших музыкантов этого года. 1 июля мы весь день будем работать на Грушинской поляне и рассказывать вам о том, как завершается 50-й легендарный юбилейный Грушинский фестиваль. Анатолий Головко, Константин Головин. События. Повелитель саван и настоящий царь зверей. В Самарском зоопарке поселился новый житель – львенок Алтай. Его доставили на самолете из Барнаула в начале этой недели. Малыш уже успел адаптироваться к новым условиям и нашел себе друзей. Ксения Баканова побывала у него в гостях. Вы не стоите слишком близко. Я же львенок, а не киска. Уже совсем скоро Алтай станет опасным хищником. Ну а пока сотрудники зоопарка играют с ним, как с ребенком. Работник зоопарка Никита Березин говорит, чуть меньше недели назад стал отцом. Мужчина фактически усыновил маленького львенка Алтая. Как примерный заботливый родитель, он проводит в вольере много времени с малышом. Ведь новому обитателю необходимо внимание, рассказывает Никита. Львы в природе живут семьями, поэтому важно помочь Алтаю адаптироваться к условиям обитания. Ребенок у нас, маленький еще котенок, как ребенок, собственно. И мы также, как и новоиспеченные родители, начинаем все первые шаги, первые слова и первые какие-то действия тоже фиксируем. Только у нас пока альбом нет, все на телефон записываем. 18 апреля стало известно о смерти любимца самарцев – льва Цезаря. Тогда губернатор Дмитрий Азаров заверил земляков, что постарается разыскать нового льва. На просьбу оперативно откликнулся директор Барнаульского зоопарка Сергей Писарев. Он решил сделать подарок самарскому зоопарку. В распоряжении хищника – настоящая двухкомнатная квартира. Такая планировка предусмотрена не случайно. И вот эта перегородка между двумя частями вольера называется шибер. И сейчас я вам покажу, как она работает. Шибер открывается, животное проходит во вторую часть, и накрывается обратно, и можно спокойно, без всякого риска, убраться в вольере. В вольере есть все, что угодно львиной душе. Можно лазать по лестнице, играть с мячом или автомобильной покрышкой. Все, что попадает к хищнику в лапы, не остается без внимания. Ему интересно не только наблюдать за предметами, но и пробовать их на вкус. Вольер оборудован различными присосаблениями, которые называются обогащением среды животного. То есть они позволяют животному проявлять свои поведенческие особенности биологические, как можно более естественно. Новый обитатель живет здесь всего неделю, но посетители уже успели его полюбить и с нетерпением ждут новую встречу. Я через год обязательно приду, чтобы он уже большой вырос, а то он маленький, пока еще не понимает. Я хочу еще большого со шкурой увидеть льва, а то я только в три года видел его. Что касается рациона, то Алтай Алтаевич очень любит говядину. Также ест куриное мясо, но с меньшей охотой. Ксения Баканова, Константин Головин. События. Дарья Касаткина продолжает набирать форму к одному из турниров большого шлема и вышла в полуфинал соревнований в Истбурне. Молодежная команда «Крыльев Советов» готовится к старту нового сезона, а самарские команды сражаются за победу на чемпионате России по баскетболу 3 на 3. Подробнее в нашей рубрике «Новости спорта». Молодежный состав «Крыльев Советов» продолжает подготовку к первенству МФЛ. Подопечные Дмитрия Шукова провели контрольный матч со сверстниками из Оренбурга и одержали победу 2-0. Галами отметились Бобер и Борисов. Само первенство МФЛ стартует 7 июля. В первом матче самарцы сыграют в Москве на одном из полей комплекса «Лужники» против ФШМ. Дарья Касаткина В Тольятти прошли чемпионат и первенство России по спорту глухих в дисциплине теннис. В соревнованиях приняли участие более 30 спортсменов из 10 субъектов России. В рамках чемпионата России Владислав Абрамов, представляющий Самарскую область, выиграл золотые медали в парном разряде в дуэте с москвичом Дмитрием Долженковым и в смешанном парном разряде со спортсменкой из Краснодарского края Полиной Смирновой. Еще одну награду, серебряную, Абрамов взял в одиночном разряде. В Челябинске завершился второй этап международного турнира под дзюдо среди мужчин и женщин «Рашин дзюдо тур». За медали боролись около 300 сильнейших дзюдоистов из 19 стран. По итогу соревнований представительницы Самарской области завоевали 4 медали. Альфия Дашкина и Стефания Власова получили золото в своих категориях, а Анастасия Павленко и Вита Майданик – бронзовые награды. Далее эфир продолжит обзор телеграм-каналов городской администрации и профильных ведомств. Вот о чем они писали сегодня на своих информационных площадках. Администрация Куйбышевского района Самары в телеграм-канале рассказывает, как вести себя, если во время купания у вас начались судороги. Несмотря на установившуюся жаркую погоду, температура воды в Волге все еще остается бодрящей – 16 градусов. Для купания прохладно, но с целью закаливания такая вода – самое то. Однако, отдыхая на реках, озерах и водоемах, нужно помнить о безопасности. Судороги – это не только больно и неприятно, они могут привести к трагедии. На страничке выложена информация от МЧС России о том, что делать, если вас в воде атаковала судорога. Администрация Самарского района в телеграм-канале рассказывает о том, что глава района Роман Радюков вместе с заместителем председателя городской думы Сергеем Рязановым и депутатом Анатолием Рагимовым стали участниками встречи с жителями ОСМ-12 «Предтеченский». Вместе обсудили вопросы ремонта жилого фонда и коммуникаций, наметили пути решения. Отдельной темой для обсуждения стало развитие региона, района, а также их достижения. Председатель ОСМ, главный врач Центра медицинской профилактики Александр Муравец поделился информацией о нововведениях в сфере медицины. Департамент опеки, попечительства и соцподдержки сообщает, что подросткам с 14 лет стало проще оформить трудоустройство. Несовершеннолетним с этого возраста больше не нужно получать согласие органов опеки, раньше это было обязательным условием. Теперь подросткам для трудоустройства достаточно письменного согласия одного из родителей, а подросткам 15 лет и старше не требуется разрешение для легкого труда. Кому по-прежнему нужно согласие органов опеки, так это сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. Редактор субтитров А.Семкин